Каждый день мы стремимся поддерживать пожилых людей и помогать им в решении вопросов, связанных со старением, неизбежным этапом жизни, с которым сталкивается каждый. Хотя эта тема серьезна, общественные нормы требуют от нас заботиться о себе и смягчать последствия старения. Однако с нарастанием повседневных задач и ускорением ритма жизни, многие молодые люди выбирают самостоятельный путь и реже остаются жить с родителями. Помимо этого, различия в мировоззрении и образе жизни между поколениями часто приводят к недопониманию и конфликтам при совместном проживании. Это заставляет все больше пожилых людей перестать рассчитывать на помощь в старости. Сегодня обычным решением становится помощь сиделки или переезд в дом престарелых. Тем не менее, не каждый может позволить себе такие услуги. Стоимость сиделки начинается от 5-6 тысяч юаней и может достигать 10 тысяч, тогда как многие пенсионеры получают лишь 2-3 тысячи юаней в месяц. Услуги в недорогих домах престарелых зачастую оставляют желать лучшего, а более дорогие варианты порой мало чем отличаются от услуг сиделок. И все же всегда находятся пожилые люди, которые находят собственные способы справляться с этим вызовом. Одно из решений – адаптированный подход к уходу, основанный на личных обстоятельствах. Как говорится, решение всегда найдется, если есть желание, а мудрость – среди людей. Сегодня мы расскажем о трех способах ухода в старости, которые подходят большинству пожилых людей с умеренным бюджетом. Эти методы позволяют обойтись без помощи сиделок и домов престарелых, обеспечивая комфорт и доступность, что делает их достойными вашего внимания. Теперь давайте познакомимся с историями этих трех пожилых людей. Опыт 75-летнего дедушки Су я пробовал и жизнь в доме престарелых и услуги сиделки. Оба варианта обходятся дорого и не всегда подходят, особенно для нас, пенсионеров с ограниченным доходом. В этом году мне исполнилось 75 лет, а моя жена ушла из жизни более пяти лет назад. После ее смерти я нанял сиделку, но уволил ее спустя два месяца. Я не умею готовить, поэтому дети переживали, что буду питаться неправильно, и решили оплачивать сиделку. Мы договорились о расходах в 5500 юаней в месяц, включая ее еду и проживание. Сиделке было около 40 лет, она приехала из сельской местности, казалась честной, но ее готовка была ужасной. Более того, большую часть времени она проводила в телефоне или перед телевизором. Когда я звал ее, порой она даже не реагировала. В итоге я решил прекратить ее услуги. Казалось, что это я ухаживаю за ней, а не наоборот. Платить такие деньги за присутствие человека, который почти не помогает и готовит несъедобные блюда, мне показалось бессмысленным. Я решил, что лучше тратить эти средства на свою еду и отказался от ее услуг. Тогда мои дети нашли для меня место в доме престарелых, но я не хотел туда переезжать. Они настаивали, потому что беспокоились, что я живу один. В наши дни дома престарелых стали лучше, но там строгий режим, нужно регистрироваться при каждом выходе и входе. А я очень ценю свою свободу и не могу терпеть такой контроль. К тому же, там постоянно кто-то умирает, и эта атмосфера угнетает. Я не пробыл в доме престарелых и месяца, прежде чем решил вернуться домой. На мой взгляд, пока человек способен себе позаботиться, дом престарелых – не лучший вариант, особенно если важна независимость. Позже мои дети предложили, чтобы я жил у каждого из них по очереди. Хотя это предложение исходит от их добрых намерений, я испытываю некоторое напряжение. Я пожил у них немного, но никогда больше двух недель. Начну с дома моего сына. Он с женой целый день на работе и редко бывает дома. Когда я приезжал, невестка готовила обед заранее и оставляла его в холодильнике. Они были очень заняты, и после работы их ждали домашнее дело. Я постоянно чувствовал себя для них обузой, что вызывало дискомфорт. Дни проходили в одиночестве, и, поскольку я практически никого из их соседей не знал, мне было менее уютно, чем в моем собственном доме. Несмотря на уважительное отношение сына и невестки, я заметил, что с возрастом отношение молодых людей порой становится более отстраненным. Например, в доме сына у меня была отдельная посуда, отличная от их посуды. У невестки та же ситуация. Она не позволяет мне класть свою одежду в общую стиральную машину, беспокоясь о запахе. Хотя я предпочитаю стирать вручную. Она не разрешает этого делать и предлагает ходить в прачечную или на первый этаж, что создает неудобства. В итоге дома лучше, чем в гостях. В доме дочери я никогда не предполагал, что она будет заботиться обо мне в старости. Хотя меня всегда радушно принимают, я понимаю, что у моего зятя тоже есть родители. За многие годы именно бабушка и дедушка со стороны дочери помогали воспитывать детей, и после свадьбы ее семья купила дом и машину. С годами важно осознавать свое положение, и после смерти жены я постепенно понял одну истину. Старее важно уметь полагаться на себя. Пока я могу сам о себе позаботиться, лучше оставаться в своем доме. За это время я научился готовить, жарить, а также печь на пару и даже занялся тейдзя. По утрам встречаюсь с группой пожилых людей на площади для занятий физическими упражнениями. Для меня главное – поддерживать здоровье и позитивное отношение к жизни. В прошлом году мы с другими пожилыми людьми, с которыми занимаемся тейдзя, создали новую форму взаимопомощи, заключающуюся в поддержке друг друга. Мы живем вместе и оказываем помощь тем, кто нуждается. В нашей группе тейдзя более 10 человек, и 8 из них, как и я, пожилые люди без супругов и близких детей. Позже мы присоединились к группе ВИЧУ для одиноких пожилых людей. С прошлого года наша группа выросла почти до 20 участников. Основная цель – быть рядом друг с другом на случай болезни или трудной ситуации. Ведь многим пожилым людям в нашей ситуации не хочется идти в дом престарелых или нанимать сиделку, особенно если их пенсии невелики. Мы объединились, чтобы заботиться друг о друге в этом возрасте. В последние годы в интернете стало известно много случаев, когда пожилые люди, живущие в одиночестве, умирали дома и их обнаруживали только спустя несколько дней. Поэтому мы создали эту группу, чтобы поддерживать регулярный контакт и удостовериться, что у всех все в порядке. Каждое утро мы проверяем друг друга. Если кто-то не отвечает, мы идем проверить, все ли с ним хорошо. Мы живем рядом, либо в одном районе, либо в соседнем. Со временем группа стала местом, где мы можем поделиться любыми проблемами. Например, если кто-то заболел и ему нужно приготовить суп или сопроводить в больницу, помощь оплачивается по ставке 30 юаней в час. Если я чувствую себя плохо и мне нужно в больницу, я просто сообщаю в группе, и кто-то, у кого есть свободное время, придет, чтобы меня сопроводить. Например, в последний раз дедушка ли сопровождал меня на консультации в больницу. Это длилось 3 дня по 8 часов. В итоге получилось 24 часа, и я заплатил ему 720 юаней, как мы и договорились. Всем нравится эта система. Мы не только получаем помощь, но и имеем возможность немного подзаработать. Иногда ты ухаживаешь за мной, и я плачу тебе, а в другой раз я забочусь о тебе, и ты платишь мне. Это справедливо и создает баланс. Кроме того, все мы в группе сталкиваемся с похожими ситуациями и понимаем друг друга. Этот подход хорошо прижился среди нас, пожилых людей, и он гораздо дешевле, чем услуги сиделки или жизнь в доме престарелых. Главное, мы доверяем друг другу. Наши дети теперь спокойны за нас. Иногда мы устраиваем совместные прогулки в парке, что приносит всем большое удовольствие. Наша форма взаимной поддержки постепенно расширилась от небольшой группы до десятков участников, и многие пожилые люди решили присоединиться. Это не только снижает нагрузку на наших детей, но и обеспечивает нас эмоциональной поддержкой. Каждый день кто-то из группы беспокоится о нас, общается и проводит время вместе. Если мы заболеем, мы не боимся остаться в одиночестве. В конце концов, это всего несколько сотен юаней гораздо дешевле, чем услуги сиделки или проживания в приюте. Я считаю, что такой подход подходит большинству пожилых людей, способных заботиться о себе. Мы объединились, чтобы поддерживать друг друга в старости, помогать и даже немного зарабатывать. Перед тем, как продолжить, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео, и подписаться на канал, чтобы не пропустить лучшие советы о том, как привнести изобилие и процветание в свою жизнь. А теперь давайте продолжим. Меня зовут Дедушка Ли. Мне 65 лет. Мои дети воспитанные и заботливые, но я предпочитаю жить отдельно, выбрав образ жизни, который лучше всего отвечает моим потребностям. Многие пожилые люди после выхода на пенсию решают переехать к детям или отправляются в дом престарелых, но меня такие варианты не привлекают. Я выбрал образ жизни, который позволяет мне наслаждаться комфортом и независимостью. Моя жена ушла из жизни более двух лет назад, и друзья не раз предлагали мне найти новую спутницу, но я не вижу в этом необходимости. Я человек, ценящий покой и уединение. После ее смерти я научился быть в гармонии с самим собой. Если бы мне действительно пришлось искать новую партнершу, я чувствовал бы себя некомфортно. Сейчас я нахожу радость в письме, чтении и уходе за растениями. Иногда встречаюсь с друзьями из района, чтобы побеседовать и выпить чай. Я чувствую себя прекрасно и не мог бы пожелать лучшего. Сейчас я живу один, хотя мои дети всего в получасе езды на машине и иногда навещают меня. Я получаю пенсию в 6000 юаней в месяц, и поскольку мои дети уже создали свои семьи, у меня нет финансовых трудностей, поэтому я смог накопить немного денег. Дети, беспокоясь о моем одиночестве, предложили мне переехать к ним, но я отказался. Они заботливы, желая избежать моего одиночества, также предложили дом для престарелых, утверждая, что там у меня будет больше общения и забота, а также не нужно будет заниматься стиркой и готовкой. Но как только услышал про дом престарелых, я сразу сказал «нет». Я в хорошей форме, могу сами готовить и стирать. Дети снова предлагали мне переехать к ним, но я отклонял их предложение каждый раз, поскольку не хочу быть обузой. К тому же, если я перееду, это будет неудобно не только для них, но и для меня. Когда они поняли, что я не согласен на совместное проживание, предложили нанять сиделку. Как только услышал это, я покачал головой. Я не хочу сиделку, мне кажется неправильным, чтобы молодая женщина жила со мной. Моя дочь увидела мою реакцию и засмеялась, но я задумался, почему они стараются меня переубедить. Потом она объяснила «не волнуйся, это не обычная сиделка, это помощь для пожилых». Это заинтересовало меня, и я захотел узнать больше. Дочь пояснила, что речь идет о специализированных компаниях, которые предлагают услуги по уходу за пожилыми. Они устанавливают камеры в доме, и дети могут через мобильное устройство сразу видеть, что происходит, если понадобится. Чем больше я слушал, тем больше меня заинтересовывал этот вариант. Они будут приходить домой и приносить мне обед и ужин, если я захочу. Завтрак я также смогу заказать. После доставки они уходят. Если мне потребуется что-то еще, я могу просто сообщить им. Также раз в неделю они будут приходить, чтобы постирать мою одежду. Кроме того, если назначенный сотрудник мне не подойдет, компания сможет заменить его на другого. Я ждал, когда моя дочь продолжит объяснение. Она смотрела на меня с улыбкой и спросила «Папа, как тебе такой уход? Ты не хочешь в дом престарелых, и сиделка тебе тоже не по душе, так что это, возможно, лучший вариант». Я улыбнулся и ответил «Хорошо, хорошо». Но тут я вспомнил, что не спросила цене, а не выйдет ли это слишком дорого. Едва я успел задать вопрос, как дочь меня успокоила. «Это недорого, всего 2500 юаней в месяц, и тебе не придется платить самому. Мы с братом все оплатим, не беспокойся». «Как же я могу не переживать? У вас ведь и дети, и учеба, а это требует немалых средств. Моя пенсия – 6000 юаней в месяц, так что я могу без проблем покрыть эти расходы», – ответил я. В итоге мы договорились, что я сам буду оплачивать эти 2500 юаней. Мне действительно нравится этот новый формат ухода. Он дает мне больше свободного времени и позволяет чувствовать себя спокойнее. Я искренне благодарен за их подход. Это настоящее счастье, возможность наслаждаться старостью в удобстве и комфорте. Меня зовут тетя Лю, и в этом году мне исполнилось 67 лет. Пробовав пожить у своих детей, я, наконец, нашла тип ухода, который идеально мне подходит. В молодости я была начальником на государственной швейной фабрике, и сейчас моя пенсия составляет около 4200 юаней. У меня есть сын и дочь. После университета сын остался в Наньду, где у него свой дом – машина, и он живет с комфортом вместе с женой и ребенком. Дочь живет далеко, но у нее тоже все сложилось. Два года назад у нее родился второй ребенок. Сначала, выйдя на пенсию, я хотела наслаждаться жизнью дома, не будучи обузой для детей. Однако в прошлом году мой муж, которому исполнилось 68 лет, внезапно скончался после сильного инсульта. Эта потеря стала для меня большим ударом, и долгое время я не могла оправиться. Жизнь иногда бывает так непредсказуема, что невозможно знать, что придет раньше – завтрашний день или неожиданное событие. После ухода мужа я чувствовала сильное одиночество. Дом был полон воспоминаний, и я не могла уснуть, ворочаясь всю ночь. Мои дети очень заботливы, особенно дочь, которая переживает за мое благополучие. Она позвонила и пригласила меня пожить у нее какое-то время. И сын тоже пригласил меня в гости. Эти приглашения принесли мне утешение, ведь в нашей культуре традиции заботы о пожилых по-прежнему сильны. Но так как дочь живет слишком далеко, я решила остановиться у сына. Однако, приехав к нему, я поняла, что реальность оказалась иной. У сына двое маленьких детей – внук и внучка. Когда родился внук, я помогала с ним, пока ему не исполнилось два года. Но вскоре заболела моя мать, и мне пришлось вернуться, чтобы ухаживать за ней. Невестка тогда оставила работу, чтобы быть с детьми. После рождения внучки она ожидала, что я снова помогу с уходом. Но, так как мой муж к тому времени был болен, а опыта с внуком не было достаточно, я решила отказаться. Возможно, из-за этого моя невестка все это время оставалась несколько отстраненной. Теперь, когда мои внуки подросли, я надеялась, что все будет иначе. Но, приехав к сыну, поняла, что недооценила ситуацию. Невестка вспоминала, как я раньше не помогала ей с детьми, и теперь, несмотря на возраст, осмелилась остаться у них. Уборка посуды стала моей обязанностью. Однажды, когда внучка поинтересовалась, почему я готовлю по-другому, невестка ничего не ответила, просто собрала детей, хлопнув дверью, ушла. Ее поведение стало источником постоянного напряжения, и каждый день у сына я чувствовала себя скорее домработницей, чем пенсионеркой. Невестка смотрела на меня с презрением, и ее отношение доставляла значительный дискомфорт. Но самое тревожное было то, что она находила поводы для конфликтов с моим сыном, и каждые несколько дней между ними вспыхивали ссоры. Атмосфера в доме становилась напряженной, и даже дети это замечали. Меньше чем через две недели я собрала вещи и попросила сына отвезти меня обратно домой. В этот момент я осознала, что рассчитывать на сына в старости – не лучшая идея, а на поддержку невестки и вовсе не приходится. Вернувшись домой, я получила звонок от дочери, которая предложила пожить у нее. Но, учитывая опыт, который я пережила у сына, я решительно отказалась. На самом деле, я всегда помогала с детьми сына, но с внуками дочери никогда не занималась. Этим занималась ее свекровь. Два года назад у дочери появился второй ребенок, и ее свекровь взяла на себя заботу о нем. Если бы я приехала, это привело бы к неудобствам. В квартире дочери всего две комнаты, и мне бы, скорее всего, не нашлось даже места. После моего опыта в доме сына я действительно осознала старую пословицу – дом родителей всегда остается домом для детей, но дом детей никогда не станет домом для родителей. С тех пор, как я вернулась, я больше не питаю особых надежд ни на сына, не на дочь, ведь чем больше ожиданий, тем больше шансов на разочарование. Соседки посоветовали мне, что в моем возрасте лучше не рассчитывать только на детей, а задуматься о спутнике жизни. Благодаря другу я познакомилась с Лаа Лу. Он немного старше меня и получает пенсию около пяти тысяч юаней в месяц, что даже больше моей. По словам друга, Лаа Лу – человек с хорошим характером, потерявший жену несколько лет назад и теперь ищущий компанию. Я не была против новых отношений, но не хотела торопиться, поэтому решила просто начать общаться с ним и посмотреть, как все сложится. Лаа Лу жил в соседнем квартале, и мы иногда встречались, чтобы вместе сходить на утренний рынок за продуктами. После двух месяцев общения нам обоим стало ясно, что все идет хорошо. Тогда Лаа Лу предложил мне переехать к нему и сдавать свою квартиру, чтобы получать дополнительные полторы тысячи юаней в месяц. Его предложение показало, что он заботится обо мне, поэтому я согласилась, хоть и не ожидала, что менее чем через месяц начну уставать от такого решения. Не успев сдать свою квартиру, я быстро вернулась обратно. Лаа Лу говорил, что, живя вместе, он возьмет на себя все расходы, и мы будем делить покупки и домашнее дело. Однако, начав совместную жизнь, я увидела, что все оказалось не так. Проблема была не только в быте, но и в том, что Лаа Лу оставлял вокруг себя беспорядок, с чем я не могла смириться. Однажды, гуляя по торговому центру, я заметила подержанное золотое кольцо менее чем за 500 юаней и попросила его подарить мне это кольцо в качестве символа. Однако Лаа Лу отказался, сказав, что в нашем возрасте не стоит тратиться на такие вещи. Когда я напомнила ему о договоренности делить обязанности, он заявил, что, поскольку он оплачивает мои расходы, я должна заниматься домашними делами. Я не из тех, кто готов это терпеть, поэтому в тот же день собрала свои вещи и вернулась домой. К счастью, квартиру я еще не сдала. У меня есть свое жилье и пенсия, и мне нет нужды терпеть такое отношение. Я не бесплатная сиделка и не обязана мириться с чужими капризами. В итоге я вернулась к своей независимости. Сначала казалось, что жить одной не так уж плохо, но вскоре я начала ощущать изоляцию, особенно вечерами. На свадьбе сына моей подруги я встретила знакомую, которая живет в отельной квартире, специально оборудованной для пожилых людей. Она пригласила меня в гости, и мне понравилась атмосфера этого места. В итоге я нашла образ жизни, идеально подходящий для меня. Такие квартиры стали популярны в крупных городах. Это уютные студии с питанием, уборкой и приятной атмосферой, где можно наслаждаться жизнью в комфортных условиях. В тот день, вернувшись домой, я решила снова выставить свою квартиру на продажу и переехать в отель для пожилых. Подсчитав свои доходы от пенсии и аренды, я поняла, что смогу позволить себе эту жизнь, а также попросила детей поддерживать меня по 1000 юаней в месяц. С их помощью мне удалось обеспечить комфортное и независимое проживание. На этом этапе жизни я больше не хочу быть пленницей денег, а хочу наслаждаться каждым днем. Это место идеально подходит для тех, кто ценит свободу, и я рада, что нашла свой способ жить. На этом заканчиваются истории трех пожилых людей. Сегодня все больше людей понимают, что дом престарелых не единственный вариант для старости. Существует множество решений – сиделки, частные дома для пожилых, служба ухода и самостоятельные группы поддержки. Главное – найти то, что подойдет именно вам. Спасибо, что досмотрели это видео. Надеюсь, истории, которыми мы поделились, откликнулись вам. Если вы еще не подписаны, нажмите на кнопку подписки, чтобы мы могли каждый день расти вместе, быть счастливыми и наслаждаться жизнью в гармонии. До следующей встречи!